25 апреля 2020 года. Христос Воскресе! Я хочу начать нашу с вами сегодняшнюю встречу со слов благодарности. Мои дорогие, я искренне и от всего сердца благодарю вас за ту помощь, которую вы посылаете нам, за те комментарии, которые вы пишете, вообще за то, что вы всячески поддерживаете начатое нами дело. Мы действительно многому учимся, потому что то, что я делала на телевидении много лет, на телеканале «Союз», это несколько другой формат. Это не похоже на то, что я делаю сейчас в наших с вами беседах. К тому же сам процесс записи этих бесед, монтажа, выкладывания в интернет связан с массой всяких препятствий. Начнем с того, что есть дети, которых нужно посадить за уроки, а иногда и заставить делать уроки, а иногда и строго-строго накричать, и просто силой заставить делать уроки. Я думаю, что вам это всем хорошо знакомо, тем, кто мамы. Кроме того, нужно приготовить обед, а иногда еще эту еду где-то и купить. Нужно следить за чистотой и порядком в доме, нужно стирать, нужно вообще придумать, о чем я буду с вами говорить, а главное преодолеть медленный старый компьютер, в котором я монтирую. У него уже не хватает явно ни памяти, ничего другого, потому что ему уже 7 лет, и давно пора купить новый. Но вот в свое время мы этого не сделали, а сейчас с вашей помощью потихонечку накопим до сбок и купим новую машину. Тогда, конечно, с новым компьютером будет все побыстрее и попроще. Для меня я смогу как-то и материал весь систематизировать лучше, и с телефона все перенести туда, ну и так далее. Короче, куча всяких технических моментов, которые действительно мешают и тормозят. И именно из-за этого я иногда опаздываю и не вовремя выкладываю материал. И вы это терпите, и не жалуетесь. Я очень-очень-очень вас всех люблю и благодарю. Ну, а сегодня я хочу предложить вам такой немножко необычный выпуск, потому что на Светлой Седмице мы же все немножко как бы отдыхаем, да, ну, по возможности. И, конечно, хочется что-нибудь такое интересное почитать. Ну, кроме священного писания и святых отцов, иногда нас тянет ведь и к художественной литературе. И вот я вспомнила о замечательных коротких рассказах о Генри. Вы наверняка с этим автором американским знакомы. Ну, все помнят наш замечательный фильм «Гайда и деловые люди», да, снятый по одному из его рассказов. Рассказ «Подарки волхвов», ну, очень много «Вождь краснокожих», да, много очень можно назвать. И вот я вспомнила о замечательном рассказе, который называется «День воскресения». И я решила вам его сегодня почитать. Вернее, почитать вместе с вами. Вообще Генри сам по себе фигура очень интересная. Он ведь долгое время, да практически всю свою жизнь не был профессиональным литератором. Он работал и на ранчо у своих родственников, и фармацевтом он был, и в банке клерком служил. И, кстати, попал в тюрьму по обвинению банка в растрате. До сих пор неизвестно, был ли он сам в этом замешан. Скорее всего, нет. И вот через такое горе, через такую беду он прошел. У него была семья, у него один ребенок умер. Была дочка любимая, очень от любимой его жены. Жена у него была одна всю жизнь. И вот этот человек всегда писал. И не только писал. Они с женой участвовали в театральных постановках, музицировали. То есть были люди очень артистичные. Жил же Генри во второй половине 19-го, начале 20-го века в Нью-Йорке. Уже с начала 20-го века он становится профессиональным литератором. Он выпускает юмористический журнал, который в скором времени, правда, обанкротился. Но, тем не менее, это приносит ему определенную славу. Постепенно его начинают печатать. Но это уже, можно сказать, в конце. И вот по праву этот человек считается мастером короткого рассказа. Это действительно так. Все, кто читал его произведения на русском или на английском, я думаю, мои слова подтвердят. И вот мы с вами сегодня почитаем его рассказ «День воскресенья». Прежде чем я начну читать, хочу немножко ввести вас в курс дела, потому что рассказывается там о Нью-Йорке в пасхальный период. Нью-Йорк 1910 года на Пасху. К этому времени Нью-Йорк уже был очень большим городом, самым густонаселенным, наверное, городом в мире. Масса иммигрантов со всех стран Европы и из разных мест. Огромное количество торговых компаний, магазинов, кафе, ресторанов. То есть индустрия развлечений, которая росла с каждым годом все больше и больше. И вот, конечно же, приход таких праздников, как Рождество или Пасха, это рай для любого бизнеса. И мы с вами в наши докоронавирусные времена все это прекрасно помним. Когда Рождество превращается в праздник елки, Дедушки Мороза, подарков, огней, да, а Пасха, собственно, в праздник зайчиков, крашеных яичек и всяких праздничных процессий, развлечений, мероприятий, но никак не в воскресенье. Христова. И вот Генри умудрился через этот рассказ провести очень умную и очень добрую мысль, полезную любому абсолютно человеку. Смог донести смысл вообще этого дня праздника Пасхи очень необычным образом, без нравоучений, без проповеди. Вот при помощи небольшого рассказа. О, Генри. День воскресенья. Ясно вижу, как хмурит лоб художник и грызет карандаш, когда дело заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет. Оно и понятно, ибо его профессиональные представления о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводятся всего к четырем персонажам. Первый из них – сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор своему воображению. Для этой роли подойдет, в частности, прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица мисс Клариса Сен-Вавасур, мягко выражаясь в дезобелье. Второй вариант – дама с томно воздетыми очами в рамке из лилии. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверено. Третий вариант – мисс Манхэттен в паскресной пасхальной процессии на Пятой Авеню. Четвертый – Мегги Мёрфи в старенькой соломенной шляпке с новым красным пером, разодетая на зависть всей Гранд-стрит, сияющая и смущенная. Зайчики, понятное дело, в счет не идут. Пасхальные яйца тоже. Им слишком круто пришлось от строгих критиков. Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие черты. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен, и мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок сфикус каррика. Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха – это не дата, не время года, не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Даней Маккри. Розовая, ранняя, пришла заря пасхального воскресенья. Пришла, как ей назначено, по календарю, то есть после субботы и перед понедельником. В 5.24 встало солнце, в 10.30 его примеру последовал Дани. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышленое лицо и вспоминала, каким 22 года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом Лапалома, впервые увидела она его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Дани сидел с трубкой у открытого окна общей комнатой, и его взлохмаченные седые волосы трепал ветер. С трубкой он не расстался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же, очень редко встретишь слепого, который курит. Ведь ему не виден дым. Приятно вам было бы слушать, как читают новости из вечерней газеты и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки. «Пасха сегодня», — сказала миссис Маккри. «Мне глазунью», — сказал Дани. После завтрака он оделся, как подобает одеваться в праздничное утро ломовому извозчику спортовых складов на Каннел-стрит. Сюртук, брюки в полоску, лаковые штиблеты, золоченая цепочка поперек жилета, стоячий с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шойнстона, угол четырнадцатый, сразу как пройдешь фруктовый ларек Тони, и котелок с загнутыми полями. «Небось, погулять собрался Дани», — с оттенком грусти сказал старый Маккри. «Говорят, нынче вроде праздник. Что ж, время весеннее, на улице благодать. Я по воздуху чую». «А почему это я не могу сходить погулять?» — спросил Дани с ворливым басом. «Может быть, я обязан сидеть дома? Что ж я, хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру. Кто тебе заработал на этот завтрак? Можешь ты мне сказать?» «Ладно, сынок, ладно», — сказал старый Маккри. «Я ведь не жалуюсь. Погулять в воскресенье — самое милое дело. Я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей, и сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай, отдохни, сынок, в добрый час. Об одном только я горюю, что твоя мать не выучилась грамоте. Дочитала бы мне про гиппопотама. Ну, да что ж теперь». «Чего это он там лепечет про гиппопотамов?» — спросил Дани у матери, когда проходил через кухню. «Ты уж не в зоопарк ли его водила? Для чего бы?» — спрашивается. «Никуда я его не водила», — сказала миссис Маккри. «Так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой? У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час безумолку толковал про древних греков. «Он-то, говорю, может, и древний, а она совсем еще молодая». «Не так ты меня поняла», — отвечает. Для слепого Дани времечко ползет ох, как медленно, хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж, кажется, пока не потерял глаза, никого не было лучше и сильней. «Да, вот утро-то выдалось какое! Иди, сынок, иди, веселись. Ужин будет холодный в шесть часов». «Про гиппопотамов не слыхать разговора», — спросил Даню у дворника Майка, когда спустился и вышел на улицу. «Пока нет», — сказал Майк и поддернул выше рукава рубахи. На что только не жаловались за последние сутки. И, в частности, незаконных действий, и природных явлений, и живностей. Но насчет этого тихо. Хочешь, сходи к хозяину, а то съезжай с квартиры. «У тебя в договоре о найме обозначены про гиппопотамов?» «Нет? Ну, тогда чё ж ты?» «Ты это, мой старик», — обмолвился, — сказал Даня. «Просто так, скорее всего». Даня дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к северу, в центр квартала, где Пасха, современная Пасха, в ярком современном уборе, справляет своё торжество. Из тёмных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами. Такими представлялись взор у девушки в пасхальных нарядах. Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаями в сюртуках и цилиндрах, с горденьей в петлице. Дети несли в руках букеты лилии, окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями флоры сестры той дамы в венке из лилии. Из-за угла, в белых перчатках, дородной, застёгнутой на все пуговицы, вышел полицейский Корриган, квартальный ангел-хранитель. Даня был с ним знаком. «Слушай, Корриган», — сказал он, — «Пасха, она зачем? Когда она наступает, это известно. Как наберёшься первый раз 17 марта, и чтоб на полный месяц равные действия. Но зачем? Что она? Церковный обряд, чин по чину? Или же её в интересах политики губернатор назначает? «Праздник этот местный», — сказал Корриган с непререкаемостью, достойный третьего помощника полицейского комиссара. «Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка, распространяется и на Гарлем. Бывает, что на 125-ю улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства». «Ну, спасибо», — сказал Даня. «А это, не слышал ты, чтобы люди жаловались на гиппопотамов?» «Ну, когда, то есть, не слишком выпивши?» «На морских черепах случалось, — в раздумье сказал Корриган, при содействии метилового спирта. Она что, покрупнее нет?» Даня побрел дальше. Побрел придавленный вдвойне тяжкой повинностью. Получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника. Невзгоды на плечах у рабочего человека, точно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевают столь часто, что привыкают носить с естественным шиком точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служит самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумывает поразвлечься. Тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Даню грюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха и предавался увеселениям без всякого веселья. Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана – это было еще приемлемо. И Даня пошел на уступку весне, спросив кружку пива. Он сидел в сырой задней комнате, выстланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душой тщился постигнуть таинственный смысл вешнего торжества. «Скажи, Тим, – обратился он к официанту, – для чего людям Пасха?» «Иди, – ты сказал Тим, – и подмигнул в знак того, что его не проведешь. Что-то новенькое, да? Ясно, тебя кто-то на этом подловил. Ладно, ладно, сдаюсь. Так какой ответ – для ватрушек или для желудка?» От Дугана Даня повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Даня во всяком случае столковал его неверно, решив, что виной ему Кэти Конлан. Он встретил ее в нескольких шагах от дома, когда она шла в церковь. На углу авеню А они обменялись рукопожатием. «Ого! Такой франт! А хмур словно туча!» – сказала Кэти. «Что с тобой? Гляди веселей! Пошли в церковь!» «А что там такое?» – спросил Даня. «Пасха, чудак ты! До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдешь!» «А в чем, Кэти, ее суть, Пасхи этой?» – сумрачно спросил Даня. «Похоже, что никто не знает». «Кто не слепой, тот знает!» – запальчиво сказала Кэти. «Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка и юбка. Тогда я понял бы, что Пасха – это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак! Ну так идешь ты со мной в церковь?» «Ну, пойду, раз эту самую Пасху проворачивают в церкви. Стало быть, там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск, особенно зеленые розы». В церкви священник растолковал кое-что, и при этом не сказать, что обтолок воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился пораньше поспеть домой, к праздничному обеду. Но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово – воскресенье. Не новый акт творения, но рождение новой жизни и старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка – бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание. После церкви Даня задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза. «Ты не к нам сейчас?» – спросила она. «Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться? Я прекрасно дойду одна. Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста, может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер МакКри». «Зайду, как обычно, в среду вечером», – сказал Даня. Повернулся и пошел на ту сторону улицы. Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Даня прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высечено из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило такое маленькое, нежное, щемящее, такое чуждое грубому материалу, из которого был сработан Даня. Оно было ласковее, чем апрельский день, тоньше, нежели зо в плоти, чище и глубже, чем любовь к женщине. Разве не отвернулся он от зеленых роз и от глазк, к которым был прикован вот уже целый год? А что это было, Даня не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Дани не было либретто, чтобы уловить смысл полусонного и певучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду. Внезапно Дани хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль. «Гиппопотам!» – возопил он, обращаясь к опорному столбу над земки. «Нет, ну это же надо придумать!» «Ну теперь-то я знаю, куда он клонил». «Гиппопотам! С ума сойти!» Честное слово. Год прошел, как он это слышал, «А гляди ты, почти не промахнулся! Мы кончили 469-м годом до Рождества Христова. Дальше идет как раз про это. Ну, поди догадайся, чего он хочет выразить, а? Мозги свихнешь!» Дани вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги. Старый Маккри все сидел у окна. Погатшая трубка лежала на подоконнике. «Это ты, сынок?» спросил он. «Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит». И Дани вскипел. «Кто здесь платит за квартиру?» грубо огрызнулся он. «На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?» «Ты хороший сын», сказал со вздохом старый Маккри. «Так уже вечер?» Дани протянул руку к полке и достал толстую книгу с тисненным золотом заглавием. «История Греции». Пыль на ней накопилась, спалит с толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложенное полоской бумаги. Тогда он хохотнул коротко, язычно сказал. «Желаешь, значит, чтоб тебе почитали про Гиппопотама?» «Я слышу, ты открыл книгу», сказал старый Маккри. «Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын ее читал мне? Шут, ты его знает, сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ты ступай, отдохни. Ты наработался за неделю. Я уже привык к этому стулу у окна и к трубке». Пел-пел-о-пон-эс. «Вот мы на чем остановились», сказал Даня. «А никакой не гиппопотам. Там началась война и тянулась ни шатка, ни валка, ни соврать бы, тридцать лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при Херонеи. Сейчас почитаю. Целый час, приложив ладонь к уху, старый Маккри упивался событиями Пелопонезской войны. Потом он встал и ощупь удобрел до двери на кухню. Миссис Маккри нарезала к ужину холодное мясо. Он поднял голову. Из невидящих глаз старого Маккри текли слезы. «Слышала, как наш сын мне читает», – сказал он, – «другого такого не сыскать на всем белом свете. Вот я и получил назад свои глаза». После ужина он сказал Дане, «И правда, светлый день – это Пасха. Ну, а теперь ты пойдешь провести вечер с Кетей. Все правильно». «Кто здесь платит за квартиру? И на чьи деньги покупают еду в этом доме?» – сердито сказал Дане. «Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Каринфскую битву в 146 году. Опять-таки, до Рождества Христова. Когда Греция, как там сказано, стала не этой, как ее, неотъемлемой частью Римской империи». Или я ничто в этом доме? Ну вот, мои дорогие, за 7 я с вами прощаюсь. Я надеюсь на очень скорую встречу завтра. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.